Здравствуйте, в эфире телекомпании «Город» программа «Семь минут». Сегодня у нас в гостях Андрей Широков, рязанский транспортный прокурор. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Здравствуйте. Очень рад видеть вас у нас в студии. Андрей Владимирович, ну и первый вопрос, пожалуйста, давайте сейчас кратко хотя бы подведем итоги вашей деятельности за прошедший период текущего года. Спасибо за предоставленную возможность выступить перед телезрителями. Всегда, пожалуйста. Значит, ну, я объясню, что Рязанская транспортная прокуратура осуществляет надзор за соблюдением законодательства на железнодорожном, воздушном, водном транспорте, а также же сфере таможенных правоотношений на территории Рязанского транспортного региона. Соответственно, наша деятельность связана с пристальным вниманием к объектам транспорта. И здесь хотелось бы, естественно, обозначить как бы приоритетное направление надзора. Это прежде всего исполняет законодательство о транспортной безопасности, законодательство о безопасности движения как на железнодорожном, так и на водном транспорте, на воздушном транспорте. Ну, и иные вопросы, касающиеся объектов транспорта. Но не только же законодательные части? Нет, безусловно, не только. А как это все реализуется? Нами регулярно проводятся проверки в соответствии с планом работы, в соответствии с поступающей информацией о имеющихся нарушениях законодательства, в ходе которых пристальное внимание уделяется конкретно тем вопросам, о которых я уже ранее сказал. Ну, какие-то наиболее резонансные происшествия за последнее время, может быть, озвучите? Какие-то результаты вашей работы по ним конкретно? Вот недавно у нас самолет «Сентал» упал, погиб пилот. Расскажите немного о подробностях происшествия. По данному факту, в настоящее время уже Восточным следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по статье 263 Уголовного кодекса Российской Федерации. Дело расследуется. В ходе расследования будут проведены все необходимые экспертизы. В том числе получено заключение специалистов МАК, это Международный авиационный комитет. И я думаю, что будут установлены причины крушения данного легкомоторного самолета, обстоятельства, которые привели к крушению. Ну и, соответственно, будет дана оценка действиям всех причастных лиц. Раз уж начали о взаимодействии, расскажите, пожалуйста, как налажено Ваше взаимодействие с иными структурами, с органами внутренних дел, со Следственным комитетом. Какие профилактические работы, возможно, Вы совместно проводите, опять же? В первую очередь мы взаимодействуем, безусловно, с прокуратурой Рязанской области, потому что мы находимся на территории, опять же, повторюсь, Рязанской области и взаимодействуем по всем вопросам. То есть происходит взаимообмен информацией, какие-то совместные проверки. Так вот из последних совместных проверок могу отметить о том, что проведена проверка по безопасности функционирования железнодорожных переездов. Выявлены ряд нарушений, в том числе и в городе Рязани, в Скопинском районе, в других районах. Приняты необходимые меры прокурорского реагирования, в том числе и возбуждены дела об административных правонарушениях, внесены представления. Я думаю, что те нарушения, которые мы выявили, будут устранены. И устранение данных нарушений находится на контроле. Как в Рязанской транспортной прокуратуре, так и в прокуратуре Рязанской области. Кроме того, мы также взаимодействуем с Рязанским линейным отделом полиции на транспорте. Тем более, что недавно произошла реорганизация данного правоохранительного органа. То есть, если раньше на территории Рязанской области была водная полиция, линейный отдел полиции в порту Рязань и линейный отдел на станции Рязань, то теперь произошло объединение двух правоохранительных органов. И теперь это называется Рязанский линейный отдел. Они обеспечивают правопорядок на железнодорожном транспорте, то есть на достаточно протяженном участке обслуживания. То есть там более 700 километров, в том числе главного хода. Это начиная от Сасова, от границ фактически с Мордовией, и даже частично входит ветка где-то в районе около 60 километров территории Мордовии, и заканчивая серебряными прудами Московской области. То есть, как вы сами понимаете, это достаточно протяженный участок оперативного обслуживания. Ну вот вы уже сказали, что также вами соблюдаются законодательства и таможенные направленности. Вот об этом поподробнее, если можно. Ну здесь сразу могу пояснить о том, что в настоящее время приоритет отдается исполнению законодательства по так называемой санкционной продукции. То есть с нами регулярно проводятся проверки с целях исключения доступа на региональный рынок санкционной продукции. Недавно была проведена проверка на пятой базе, выявлены сливы, происхождение которых неизвестно. Данная продукция была уничтожена, а частный предприниматель, который осуществлял торговлю данной продукции, привлечен к административной ответственности. И эти мероприятия нами продолжаются регулярно, проводятся проверки. И здесь вот еще хотелось бы обратить внимание о том, что мы всегда открыты к поступлению информации. Поэтому, если есть информация, допустим, о торговле санкционной продукцией на территории Рязанской области, то всегда можно обратиться как в Рязанскую транспортную прокуратуру, так и в органы фитосанитарного надзора, в органы Роспотребнадзора, в таможенные органы, естественно, что мы всегда отреагируем на поступающую информацию. С гражданами вообще взаимодействуете? То есть какие-то поступают сообщения? Часто ли? И, скажем так, о чем вообще в большей степени? Обращения граждан регулярно поступают в Рязанскую транспортную прокуратуру. В основном, как правило, это связано с какими-либо нарушениями в работе, наверное, больше железнодорожного транспорта, потому что все-таки это наиболее распространенный вид транспорта на территории Рязанской области. Поступило обращение гражданина о том, что необоснованно взимается плата за проезд от станции Рязань-2 до станции остановка 210-й километр, сейчас уже она называется. Вместе с тем, как мы установили о том, что расстояние между станцией Рязань-2 и 210-м километром составляет менее 10 километров. А это относится к первой тарифной зоне, и, соответственно, должна взиматься плата 18 рублей. Тогда как, согласно имеющейся документации, взималась плата за проезд в размере 36 рублей, что относится ко второй тарифной зоне. Естественно, нами было внесено представление, подготовлено исковое заявление о том, чтобы внести, в том числе, изменения, и чтобы плата за проезд взималась именно в том размере, в котором... Была представлена первоначально. Да. Ну, то есть это не единичный случай, это на постоянной основе, я так понимаю, вот это нарушение, да, фиксируется? Да, такие вот нарушения выявляются благодаря поступающим обращениям граждан. То есть граждане нам доверяют, граждане обращаются, указывают на какие-то конкретные моменты, какие-то нарушения, и мы, соответственно, реагируем. То есть ни одно обращение гражданина не остается без внимания. У Вашего ведомства очень много обязанностей, и их вменяют все больше и больше. Вот сейчас рук хватает в последнее время, опять же, санкционные товары выявлять нужно и так далее, и так далее. Молодые специалисты приходят работать? Да, сейчас в коллективе работает молодой специалист, причем он зарекомендовал себя достаточно хорошо. Он уже работает второй год. Но очень нравится отношение молодого поколения к работе, то есть не считается с личным временем. Рук, знаете, как всегда, можно пожаловаться, что рук не хватает, но остается только засучить рукава и работать. Здесь по-другому быть не должно, потому что нам ставят задачи, и мы их должны просто выполнять. Ладно, спасибо Вам большое, Андрей Владимирович, что пришли к нам сегодня. Очень интересные беседы, главное, продуктивные. Заходите к нам еще в гости. Спасибо, обязательно. Это была программа «Семь минут». В гостях у нас был Андрей Широков. Мы с Вами скоро увидимся. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!